Коллеги, добрый день. Слышно меня? Да, хорошо. Да, добрый день. Меня слышно? Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, слышно. Ну что, я хочу сказать, что у нас сегодня неожиданно для нас, если честно, откликнулось достаточное количество городов. Городов, Ярославль, Воронеж, Калужскую область, Иркутск, Магнитогорск, Краснодар, Солнечногорск, Тюмень, Курск, Рязань, Сочи, Тверь, Уфа. То есть мы так понимаем, что интерес к данной теме у городов есть, и правильно сделали мы, что обратили внимание на эту тему. Тема заключается в том, что, несмотря на то, что многие ответили нам, написали, что это не является полномочиями муниципальных образований, здравоохранения имеются в виду медицинские услуги, но те, кто работает во взаимодействии с субъектами своими, те понимают, что это общая задача развивать медицинский туризм, и поэтому у нас сегодня будет даже, мы послушаем опыт двух городов, которые расскажут, как они это делают совместно с субъектами, какие есть задачи, какие есть проблемы. Послушаем наших экспертов и представителей федеральных ведомств о том, что должно быть, какие у нас сегодня реализуются национальные проекты, национальные цели в этой связи, и примем с вами какое-то решение о том, как дальше мы будем работать в проектном офисе, и готовы, соответственно, помогать по тем вопросам, которые у вас возникают по этому направлению. Давайте начнем. У нас Гирин Кирилл Леонтьевич, специалист по связям с общественностью, координирующего центра по реализации федерального проекта развития экспорта медицинских услуг Минздрава России. Пожалуйста, Кирилл Леонтьевич, вам слово. Да, коллеги, добрый день, меня слышно? Не слышим мы вас. Еще раз здравствуйте, слышите? Кирилл, я вас слышу. Я вас слышу. Отлично, меня кто-то слышит, не слышит. Александр Леонтьевич, вы слышите или только мы не слышим? Мы слышим. Я слышу Кирилла. Вообще никого не слышим. Мы никого не слышим. Меня все слышат, кроме, видимо, спикера. Мы слышим хорошо. Это радует. Это радует. Тогда давайте я, наверное, сейчас демонстрировать. Спасибо, коллеги. У нас была небольшая. Вот так. Прошу прощения. Значит, секунду. Коллеги, слышно меня сейчас? Да. Значит, давайте мы начнем с нашей презентации. Секунду. Значит, касаемо того, что... Во-первых, хотелось бы начать с того, что поблагодарить за приглашение, за интерес к теме развития экспорта медицинских услуг. Мы в целом открыты на сотрудничество и приятно удивлены, что вы такую активность и интерес к нашей теме проявляете. Если переходить к моему выступлению, начать хотелось бы в первую очередь с темы мирового опыта, что происходит на мировом рынке в условиях пандемии. Вообще в целом до этого происходило. Сам по себе экспорт медицинских услуг является таким активным трендом, который активно развивается в мировом здравоохранении. И в 2019 году объем экспорта оценивался в миллиарда долларов, мировой объем. И ежегодно, по оценкам экспертов, этот объем увеличивается на 21%, что является очень таким весомым и активно развивающимся направлением в мире. Понятное дело, что, к сожалению, в 2020 году в условиях пандемии число международных туристических активностей и поездок достаточно сильно снизились. Если в первое полугодие 2020 года по сравнению с 2019 снизились они на 65%, то в дальнейшем эти поездки сократились на 93%. И это, в принципе, конечно, не могло не ударить по развитию мировому экспорта медицинских услуг. И даже по оценкам аналитиков из Министерства экономического развития Российской Федерации восстановление рынка возможно не ранее 2024 года. Но это так, вот такая справочная информация для начала. Что мы имеем в России за 2020 год по реализации нашего проекта? Значит, 3,9 миллиона иностранных граждан в итоге получили медицинские услуги в медицинских организациях Российской Федерации. Это вот касаемо периода со 2 по 4 квартал 2020 года. Что касаемо второго показателя по объему экспорта, это 197 миллионов. Мы этот показатель частично корректировали в сложившихся условиях и смогли его достичь, что важно. И третий момент, я отметил здесь его красным, это количество обращений иностранных граждан через тот портал, который был создан координирующим центром еще в 2019 году. Это сайт russiamedtravel.ru. Я думаю, что многие коллеги, которые сегодня здесь присутствуют, с этим сайтом знакомы. Но если кто-то не знаком, расскажу чуть поподробнее. Этот сайт мы создавали в свое время как витрину медицинских организаций, готовых к принятию иностранных пациентов. И вот в 2020 году, который был такой трудный, и появились новые вызовы, наш сайт к этому был готов. И во многом этот сайт позволил активно информировать как иностранных граждан, так и медицинские организации о тех изменениях о въезде на территорию Российской Федерации с вот этими вот ограничениями. Просто мы чуть дальше остановимся на вопросе вот этих вот ограничений въезда. Сейчас мы вернемся, наверное, к цифрам. Значит, что касаемо показателей. На этом слайде мы информацию такую разбили на вклад частной системы здравоохранения, на вклад подведомственных медицинских организаций Минздрава России и на вклад субъектов Российской Федерации. Если посмотреть, то в целом, что в 2019, что в 2020 году основной вклад, и это ожидаемо, был со стороны субъектов Российской Федерации. Вот если посмотреть чуть поподробнее, какие федеральные округа внесли основной вклад в показатель по объему экспорта. Значит, здесь и в 2019-2020 году мы выделяем три основных федеральных округа. Это Центральный федеральный округ, Северо-Западный и Уральский. Далее. Значит, вот здесь по наиболее популярным профилям оказания медицинской помощи, исходя из объема вырученных средств. В 2019-2020 году у нас четыре основных направления, на которые к нам едут. Это кушерство и гинекология. В том числе мы выделяем ЭКО, потому что это тоже очень популярная услуга. Чекапы, онкология, травматология и ортопедия. Значит, в части... Вернемся назад. В части того, из каких стран в процентном соотношении к нам едут. Понятное дело, что в основном к нам едут страны СНГ, это 70% езжающих на территорию России иностранных граждан с целью лечения. Вот если брать страны Азии, то здесь 33% Узбекистан, Азербайджан 26%, 23% Таджикистан, дальше Казахстан и Киргизия, чуть менее популярны среди азиатских стран. Европейские – это Украина, Армения, Молдавия, Белоруссия, Грузия. Понятное дело, что вот страны СНГ – это наш на данный момент основной потребитель медицинских услуг. И мы свое внимание на них чуть больше акцентируем. Но, конечно, не забываем и про европейские страны, такие как Германия, Черногория, потому что у них тоже интерес к нам есть, и мы это видим. Что касаемо… Я каким-то образом немножко подчеркнул, прошу прощения, но все видно осталось. Что касаемо тех ограничений, о которых я говорил вначале. Значит, по ограничениям. Значит, приняли… Российская Федерация приняла распоряжение правительства 16 марта 2020 года, 635, пример, о временном ограничении въезда, но в этом распоряжении была главная фраза, что цель поездки и лечения выделяется как одна из приоритетных целей, оправдывающих въезд на территорию Российской Федерации на период пандемии COVID-19. Вот при принятии этого распоряжения мы совместно с коллегами из МВД ФСБ прорабатывали памятку, которая вот как раз-таки по QR-коду вы можете ознакомиться. Она расположена на нашем сайте. Вот эта памятка помогла в такую первую волну, когда было достаточно малой информации о том, как же все-таки это распоряжение работает, нам за счет распространения на сайте коллегам в медицинской организации и заинтересованным иностранным пациентам разъяснить вот этот порядок въезда и возможность получения медицинской услуги на территорию Российской Федерации. Далее, немного позднее уже появилось распоряжение номер 737 от 23 марта 2021 года, которое как раз-таки позволяет немножко ситуацию с въездом проконтролировать четче со стороны пограничной службы. То есть до этого мы сталкивались с тем, что у нас возникали определенные риски и при пересечении границы создавались такие липовые приглашения, на основе которых иностранные граждане использовали постановление 635 с целью въехать просто на территорию Российской Федерации и даже не обращались в медицинские организации. И вот с появлением распоряжения 737 появилась возможность подавать списки на въезд через государственную платформу госуслуги и тем самым пограничная служба контролировала въезд, понимали, что это действительно медицинская организация ждет этого пациента. и тем самым мы минимизировали вот эти вот пересечения границ, которые были с нарушением или использовались не для цели лечения. Что касаемо нашей коммуникационной активности, просто я сказал уже по поводу сайта, здесь немножко подробнее остановлюсь. Сайт стал вот за 2020 и в этом году главным инструментом взаимодействия с иностранными пациентами, со всеми заинтересованными медицинскими организациями в части реализации нашего проекта и сторонними организациями, которые тоже интересуются реализацией этого проекта. Такими, как у нас Владимир Григорьевич Клинин, сегодня у него прекрасная ассоциация. Мы на нашем сайте тоже расположены и размещены. Вот сайт стал такой главной информационной площадкой, которая позволяла аккумулировать всю информацию о том, какие проблемы существуют, мы получали именно через сайт, какие решения уже есть, мы тоже информировали через сайт. Но помимо всего этого, естественно, на сайте расположены теми от организации, как государственного сектора, так и частной системы здравоохранения, которые активно принимают участие в реализации нашего проекта. Они являются уже осведомленными о всех новых введениях. Мы постоянно этот сайт обновляем сейчас, анонсируя о том, что у нас в ближайшее время мы планируем уже запустить новые возможности нашего сайта, такие как личный кабинет для медицинских организаций, чтобы они могли взаимодействовать с теми посетителями сайта нашего, которые приходят с целью получения информации о медицинских услугах России. Помимо сайта, помимо вот этого флагманского нашего продукта, который очень помог в работе за эти два года, мы активно развиваем социальные сети, которые разделены на определенную аудиторию. Если мы говорим про ВКонтакте, все QR-коды здесь размещены, можете перейти посмотреть. Если мы говорим про ВКонтакте, конечно, это взаимодействие со странами СНГ, которые у нас, как я уже сказал, одни из основных потребителей. Если говорить по поводу социальных сетей в Facebook и Instagram, это для европейской аудитории, которая больше привыкла использовать эти платформы. Ну и в части Telegram канала, который у нас тоже создан здесь, во многом для наших коллег профсообщества мы тоже также информируем о самых актуальных событиях, мероприятиях, где можно было бы взаимодействовать. В целом у меня такой маленький доклад. Я в общих чертах погрузил в ту деятельность, которой мы занимаемся. Если у коллег и у сегодняшних слушателей есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Еще раз спасибо. Коллеги, есть вопросы у нас к Кириллу Леонтьевичу? Тогда у меня вопрос. Скажите, а вот вы каким-то образом взаимодействуете с Минтуризмом? С Министерством туризма? Да, да, да. Естественно, мы с ними взаимодействуем. У них сейчас есть свой проект, касаемый туризма. Мы с ними встречались не так давно, обсуждая возможные точки соприкосновения. Поэтому работа с Министерством туризма, конечно, с нашей стороны идет. И она достаточно плодотворна. Мы надеемся, что мы придем к тому, что сможем помочь в реализации наших проектов друг другу. Да, еще тогда давайте ваш вопрос. У меня, наверное, не вопрос, а просто вот такое к коллегам обращение следующее свойство, что тема экспорт медицинских услуг, медицинского туризма, сегодня в наших текущих экономических условиях, это очевидно, там огромный зазор между формальным курсом нашей валюты и ее покупательной способностью. Но просто вот этим огромным возможностям необходимо воспользоваться, для того, чтобы всем этим заняться. Проекты очень четко понимают, на самом деле. Отсюда появился вот этот специальный федеральный проект. У нас в Национальной правительственной правоохранительной так много. То, что выглядело от специального проекта, уже само по себе важно. Опять-таки, только что вышли распоряжения правительства, обнесения изменений в части, оказания поддержки экспорту. И там отдельный пункт профессиональной экспорт медицинских услуг. То есть правительство этому вопросу уделяет очевидно большое внимание. И если это внимание есть, то, соответственно, это нужно воспользоваться. И вот здесь присутствует к нашим городам, к регионам, что вот это та возможность, которую просто грех упускать на сегодняшний день. Не вот так это видится. К тому же, вот этот федеральный проект очень плохо реализуется. Почетный фирм, единственный, который на сегодняшний день на 100% освоил бюджетные средства. То есть в этом смысле у нас Минздрав совершеннейший молодцы. Кирилл Иванович, я что хочу сказать, что вот у нас ситуация какая? Мы должны сегодня понимать, собственно говоря, я с этого начала, коллеги, которые будут выступать. Смотрите, мы хотим сегодня понять и дальше проектный офис «Призмак» работать в ключе, как мы можем с этим национальным проектом, каким образом мы можем связать деятели субъекта, которые, собственно говоря, занимаются этой его полномочиями. У нас проблема в том, что практически не осталось ни одного муниципального образования, где бы были переданы хотя бы полномочия на уровень от субъекта к городу. У нас последний был Екатеринбург, и то у них забрали, насколько мне известно. Поэтому тут, почему я сказала о туризме? Потому что, ну, если так вот на поверхности, то мы видим, что у нас очень много городов, которые сегодня поставили себе стратегию развития, развитие туризма. Туризм, медицинский туризм, можно его так назвать, да, там, как это может взаимодействовать, как это может работать вместе, каким образом города могут иметь к этому, муниципальное образование, могут иметь к этому проекту отношения для того, чтобы помочь, соответственно. Ну, понятно, что это реализуется в городе, что для города это уже хорошо, если на их территории находится медицинское учреждение, которое оказывает эти услуги, это рабочие места, это финансы и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы город непосредственно принимал в этом участие, с какой стороны и как мы можем здесь взаимодействовать. Вот это нам особенно интересно. Более того, я хочу сказать, что у нас, вот, по крайней мере, те города, которые сегодня заявились, практически у всех городов очень хорошо работает межмуниципальная, международная взаимодействие. И у них очень много партнеров в других городах, которым бы они, наверное, могли бы тоже предлагать медицинские услуги. То есть здесь нужно, я сейчас прочитаю, поэтому, вот у нас тут в чате тоже появилось сообщение, сейчас его прочитаю, а пока давайте, если нет вопросов, давайте дальше предоставим слово Немкову Алексею Геннадьевичу. Послушаем сейчас опыт городов, у нас их два, это Воронеж и Тюмень. Немков Алексей Геннадьевич, вместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области, начальник управления лицензирования лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения. Пожалуйста, Алексей Геннадьевич, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Слышно меня? Да, да. Я тоже включу презентацию рабочего, демонстрацию рабочего стола. Видна презентация, коллеги? Да, 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 все видно. Спасибо. Я хочу, во-первых, поблагодарить коллеги за внимание к региону, за внимание к теме, о которой мы сегодня говорим. У меня будет короткий относительно доклад, несмотря на большое количество слайдов. Если говорить о Тюменской области и городе Тюмени, то мы как раз активно взаимодействуем с муниципалитетом, и я в конце доклада попробую ответить на вот тот вопрос, который сейчас прозвучал. Ну, если говорить про саму работу в рамках медицинского туризма, то хочу начать с того, что до того, как стартовал федеральный проект, регион уже начал работу в этом направлении. И если говорить о тех эффектах, которые мы для себя видим, я не буду читать то, что указано на слайде, но я хочу сказать наше мнение отрасли относительно эффектов. Мы все-таки считаем, что на текущем этапе решающим и самым важным для нас является развитие учреждений здравоохранения. То есть вот те клиники, которые у нас участвуют в кластере, которые наполняют этот кластер, мы на сегодняшний день понимаем, что это учреждения, которые развиваются несколько иначе. Для них слово пациентоцентризм, клиентоориентированность – это не просто слово или словосочетание, это вектор, это целое направление для работы, и они сами сегодня трансформируют свою работу в этом направлении, потому что они понимают эту задачу и смотрят на свое место, на свою роль совершенно по-другому. Они все либо уже сертифицировались по тому или иному стандарту качества, либо находятся на этапе сертификации. Я несколько слайдов буду пролистывать, но остановлюсь на каких-то основных моментах. Если говорить о кластере, то у нас на сегодняшний день 10 медицинских организаций участвуют в реализации этого проекта. Сразу скажу, что все 10 клиник располагаются в областном центре, это город Тюмень. И вот, может быть, отвечая в какой-то мере на тот вопрос, который только что прозвучал, хочу сказать, что медицинский туризм будет иметь гораздо больше шансов и будет развиваться гораздо активнее, на наш взгляд. Если это будет пакетная, комплексная такая туристическая услуга, когда уже муниципалитет, город сможет предложить услуги гостиниц, услуги логистики пациента, который приедет для оказания какой-то медицинской помощи. Если этот гражданин сможет выбрать для себя какие-то места для посещения, для отдыха, гражданин сможет посетить какие-то туристические места и так далее. То есть мы, формируя вот такой кластерный подход, объединяя несколько медицинских организаций разных форм собственности, главным образом это подведомственные учреждения, но вместе с тем здесь есть и учреждения частной формы собственности, которые никогда самостоятельно не смогли бы реализовать эту задачу, на наш взгляд. Если говорить о вот этот слайд, который иллюстрирует эту синергию кадровых финансов и организационных ресурсов в регионе, у нас создана единая точка входа, такой координационный центр, который работает на все учреждения, о которых я выше сказал. Я не читаю, не буду повторяться о том, что указано на слайде, но вот эти 10 клиник, каждый из них представляет самостоятельную точку входа, но у нас есть региональный координирующий центр, который взаимодействует с потенциальными туристами, который является темным фронтиром и осуществляет все контакты с потенциальными туристами. Мы понимаем, что здесь же разрабатывается бренд, здесь же формируются потоки. Чуть позже я скажу, мы создаем СТРМ-систему, мы пытаемся выстроить работу с медицинскими туристами по образцу западных клиник. И здесь на слайде мы видим те направления, которые на сегодняшний день востребованы. Все-таки у нас в регионе главным образом востребована ампатическая направленность. И здесь же, сюда же относится ядерная диагностика, все современные средства диагностики прямо или косвенно связаны с онкологической помощью. На наш взгляд, по нашему опыту, у нас в регионе, это основное направление. Даже когда мы говорим, например, о таракальной хирургии или урологии, чаще всего речь касается о каких-то онкологических заболеваниях. Если говорить о достижении целевых показателей, то, в принципе, еще раз повторюсь, что мы с 2016 года начали эту работу. Примерно такие же показатели мы для себя ставили на том этапе. Они касались либо объема, либо числа человек, которые получили эту помощь в регионе, по большому счету в городе Тюмени, либо это, собственно, финансовый эквивалент. Если говорить о потенциальных туристах, то вот такая структура примерно в наших медицинских организациях все-таки на сегодняшний день большинство – это жители Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Так, ну эти слайды я несколько пролистаю, направление я уже сказал. Коллеги, наверное, вот если говорить коротко, то это все, на чем я могу остановиться. Здесь какие-то наши участия в международных и внутривоссийских мероприятиях. Мы стали лидером по одному из таких мероприятий. В целом, вот тоже, может быть, резюмируя такой непродолжительный спич, хочу сказать, что кроме, еще раз акцентировать внимание на том, что для муниципалитета, а также для отраслей, очень важным, может быть, недооцениваемым немножко является тот потенциальный эффект, который связан именно с развитием медицинского учреждения, с его клиентоориентированностью, с повышением уровня качества оказания медицинских услуг. У нас, например, в регионе каждая клиника, она специализируется по тому или иному виду помощи. То есть не так, когда бывает, что одно учреждение, там областная больница, и в ней оказываются все виды помощи. Точно такие же оказываются в еще каких-то клиниках. У нас клиники специализируются по разным видам помощи, вот этот координационный центр, он маршрутизирует пациентов в то или иное учреждение, где обеспечивается высокий уровень оказания медицинской помощи, высокий уровень качества. С этой точки зрения, на наш взгляд, важно, чтобы каждая клиника, команда, главный врач, вся команда учреждения понимала важность и значимость вот этого направления и развивались и двигались в эту сторону. Если коротко, то у меня все, коллеги, спасибо. Спасибо большое, Алексей Геннадьевич. Ну, действительно, слышно меня, да? Действительно, мы уже бурно обсуждаем ваш доклад. Очень понравился нам пакетный подход к этому делу. Безусловно, то, что прозвучало в чате от Ярославля, мы с коллегами здесь сидим и говорим, что действительно это так, мы с вами полностью согласны, что, ну, наверное, большая часть тех, кто сегодня получает услуги, это действительно люди, которые, мигранты, которые работают у нас и, соответственно, лечатся. Еще раз хочу сказать, что действительно большой потенциал есть у городов для развития этой темы. Но вот мы смотрим сейчас, коллеги, и сейчас мы закончим выступление. Я бы хотела, чтобы мы с вами порассуждали вот на какую тему. Откуда идти? Идти от медицины и привлекать, или идти от туризма? То есть, получается, смотрите как, у нас сегодня есть несколько уже признанных на территории России медицинских кластеров, куда, ну, собственно говоря, и нацелены там в Воронеже у нас, по-моему, в Екатеринбурге, да, у нас есть такие медицинские, в Тюмени медицинские кластеры. Но мне кажется, что в любом, ну, я в этом уверена, потому что я езжу по городам, в любом крупном городе есть какая-то клиника, которая, ну, которой гордится даже субъект. То есть, сейчас это строится, и сейчас и детское здравоохранение медицины, и взрослые там. Я знаю, что много городов, которые оказываются какие-то, в городах оказываются конкретные услуги. Если идти не от медицины, а идти от туризма, там, где в городах стратегии развития стоит развитие туризма, может быть, идти отсюда, тогда у нас будет более большой охват этой темы, и мы сможем эту тему раскрутить. То есть, предоставляя туристические услуги, предлагать услуги медицины, ну, тех, которые есть на этой территории. То есть, может быть так. Или действительно, как сейчас идут, сейчас идут от медицины. То есть, там, где развиваются медицинские кластеры, они предлагают медицинские услуги. Но таких кластеров у нас в стране не много. Давайте вот на эту тему порассуждаем. Но сейчас послушаем выступление практику Воронежа. Кривушин Дмитрий Геннадьевич, генеральный директор ОНО «Воронежский кластер медицинского куризма». Пожалуйста, Дмитрий Геннадьевич, вам слово. Добрый день, коллеги. Слышно меня? Дмитрий, вот слышно, слышно. Кирилл, услышно. Да, 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 я вас слышу. Я думаю, коллеги, я слышу. Добрый день, коллеги. Да, 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 вас слышно, говорите, мы вас слышим прекрасно. Совместно с Воронежским государственным медицинским университетом, именно Бурденко, частными государственными клиниками, аэропортом Петр Первый Воронеж, был сформирован в Воронежский кластер медицинского туризма. На текущий момент данный проект является уникальным именно в Центрально-Черноземном регионе. Воронежская область расположена в центре транспортных, коммуникационных, европейских коридоров, которые связывают область с крупнейшими индустриальными районами. И через нас проходят транспортные паневропейские коридоры, север, юг, запад, восток. Поэтому по логистике Воронежская область находится в таком положении, что почти всегда через нас проезжают. И, наверное, мы этим должны воспользоваться. Мероприятия, которые направлены были на привлечение иностранных пациентов, запланированные на 2020 год, частично нам пришлось перенести на этот год. Но какое-то количество пациентов у нас было. Воронежская область, конечно, не может как-то умень похвастаться с такими результатами, потому что мы работаем где-то в три раза меньше. Но на данный момент мы уже выходим на какое-то определенное понимание, чем мы будем заниматься, потому что каждый регион для себя должен понять. Вот мы участвуем в 71 регион, а что мы продаем? Потому что все регионы сейчас собрали все в кучу и продают какой-то продукт. Мы должны понять, что каждый регион будет иметь какие-то свои компетенции и, наверное, правильно будет разрабатывать свой бренд. Так как у нас находится Воронежский государственный медицинский университет, которому более 100 лет, в этом году на его базе был создан Воронежский стоматологический институт. В университете 44% выпускников – это именно стоматологи. И в Воронеже на данный момент, на территории Воронежской области, больше тысяч частных клиник. Похвастаться какими-то серьезными государственными учреждениями мы не можем. Единственное, что антираковый центр у нас сейчас будет строиться. Но мы консолидировали именно стоматологов, именно частные клиники, которые на данный момент могут… Самое главное, сколько операций в год мы можем провести и какое количество операций мы сможем вынести качественных на рынок и обеспечить этой логистикой и благоприятным приемом. Какой функционал лежит на Воронежском кластере медицинского туризма? Это взаимодействие с органами государственной власти всех уровней, общественными организациями, профессиональными сообществами и ассоциациями в Российской Федерации. На чем я хотел остановиться, что сейчас мы ассоциации, после нескольких совещаний, мы поняли, что всем кластерам, всех регионов надо объединяться, и мы должны заниматься не тем, что каждый регион затаскивает на себя клиентов, а объединиться и понять, какие существуют потоки и как грамотно распределить по компетенциям, по регионам вот эти потоки, кто что сможет сделать, потому что продавать надо то, что ты умеешь делать и какое количество ты это можешь сделать. Что обеспечивает еще кластер? Это взаимодействие с представителями иностранных государств, то есть мы уже взаимодействуем с несколькими консульствами, представительство регионов, в частности, касающихся международных, межрегиональных мероприятий, конференций, форумов проведений, координации работы всех участий, организационных структур и системы оказания медицинских услуг иностранным гражданам. Это колл-центры, компания медицинского ассистанса, медицинские учреждения, туристические, страховые, транспортные компании. Реализация маркетинговой информационной стратегии, продвижение региона как медицинского центра именно по той компетенции, которой каждый регион для себя выберет. Мы выбрали стоматологию, частично онкологию будем рассматривать, и, наверное, реабилитация. Я говорю о том, что сейчас существует, но сейчас существует несколько инвестиционных проектов. Заходят инвесторы, так как регион удобный, у нас очень дешевый гостиничный ресурс, то есть по России гостиниц настроили, а в принципе туристов пока в Воронеже не так много. Поэтому этим мы можем пользоваться. Что мы даем для участников Воронежского кластера? Это интеграция в федеральную систему взаимоотношений в сфере экспорта услуг. Это также взаимоотношения между регионами, потому что если сейчас мы объединим кластеры, мы просто смотрим, что мы делаем стоматологию, Екатеринбург делает что-то еще, Тюмень что-то еще. Мы этот поток просто можем грамотно распределять между теми регионами и не пытаться затянуть на себя, а именно комплексно посмотреть на Россию, что делает Турция, Франция по медицинскому туризму. Сидят пиар-менеджеры, которые ловят моменты, ничего плохого об Израиле, о Франции, о том, как проходит операция, мы не слышим. У нас же в СМИ происходит, что в каком-то регионе что-то произошло. Мы должны это контролировать. Кроме того, что бренд регионов, должен существовать бренд всей страны. А бренд всей страны должен как раз именно консолидироваться из тех регионов, которые сейчас продвинуты, какой продукт могут сделать. И делать мы это должны вместе, потому что один регион вытянуть на Казахстан, мы по очереди ездим, я считаю, это неправильно. Подход, что, наверное, именно администрации городов, они получатели этих клиентов, денег и всего. То есть обязательно должны мэры участвовать в этой программе. Этот бренд идет уже не области, а именно города. И мне кажется, что сейчас наше совещание, оно как раз и должно привести к результату того, что мы включим все органы власти в этот проект. И основа должна быть именно на городах, на мэрах. Спасибо. Дмитрий Геннадьевич, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот вы перечислили участников кластера, а он как-то, вы собираетесь расширять, допустим, ну там аэропорт, понятно, а гостиницы, там какие-то культурные учреждения, или это вот все, вот кластер состоит из этих, кого вы назвали? Нет, нет. Или аэропорт? Нет, нет, конечно. Ну, мы включаем всех участников, да, я просто по направлению, понятно, что основной это клиники, потом идет логистика, у нас работает аэропорт, просто аэропорт у нас, Петр Первый, да, он у нас строится. Весь смысл медицинского туризма – это в логистике. Если мы вставляем в турпродукт хорошую логистику, хороший, ну, дешевый гостиничный фонд у нас, да, то из этого и складывается, когда клиент смотрит, он смотрит, какие условия приема. Дешевая гостиница, хорошая логистика, для него удобно, он прилетел, улетел, мы его разместили, вот. Конечно же, мы включили, у нас бренды гостиничные, мы включили их в проект, мы включили ресторан на кафе, мы включили такси. Здесь весь смысл этого продукта – это мультипликация, мультипликативный эффект, который для региона и сработает. То есть, в принципе, все плюсы от этого проекта получают города, потому что работают и кафе, рестораны, гостиницы, которые там и находятся, и все деньги идут как раз в город. То есть, в принципе, мы говорим, очень редко там санаторий, которые за городом подход, то, что город должен, конечно, вот все участники проекта, можно сказать, ну, за исключением нескольких, у нас находятся в городе Воронеж. Спасибо. Кирилл Леонидович, скажите, пожалуйста, а вот там был вопрос по поводу внутреннего туризма или въездного. Можете нам дать комментарии к этому вопросу? Александр, спасибо большое за вопрос. Я вообще в целом обратил внимание, что в чате такая оживленная дискуссия. Я, значит, касаемо вопроса межрегионального туризма и международного, как мы называем, медицинского туризма, мы подразумеваем в части своего, своей работы только международный туризм. Межрегиональная история это вне рамок наших компетенций. Мы это ни в коем случае мы не развиваем, но и не запрещаем. Это просто вне рамок нашей компетенции. Что касаемо, просто заодно прокомментирую, здесь вот в чате Дмитрий Петровский из Ярославля прокомментировал мое выступление с презентацией и его акцентировал внимание на 1200 запросов на сайте. Дмитрий, я хотел просто немножко как бы обратить внимание, что, во-первых, 1200 запросов, которые к нам поступили, это не информационные запросы о том, как там предоставить информацию. Это целевые запросы людей, которые уже преднамеренно искали клинику, либо пытались попасть. Мы помогали, сопровождали их вот в этом вопросе. Понятное дело, что запросов было гораздо больше. Мы в какой-то момент, в момент пандемии, когда у нас передвижение между... ну, межграничное практически остановилось, для иностранных пациентов мы работали, мы превратились из корт координирующего центра в колл-центр. Мы начали просто обрабатывать звонки, которые поступали в огромных количествах, и никто, кроме нас, не владел информацией о том, как же сейчас в целях лечения приехать на территорию Российской Федерации. Поэтому 1200 это целевые запросы тех людей, которые хотели попасть. Теперь, касаемо трех миллионов пролечившихся иностранцев, это просто мигранты. Я хотел бы здесь остановиться на том, что нужно разделить понятие экспорт медицинских услуг и медицинский туризм. Возможно, для кого-то это понятие схоже, но у них есть различия. И главное различие в том, что экспорт медицинских услуг это в том числе и мигранты, это в том числе и люди, которые приехали сюда с целью туризма и заодно решили пройти какое-нибудь медицинское обследование, сделать МРТ, потому что в Англии его ждать полгода, а в России его можно сделать в любой медицинской организации практически достаточно быстро. То есть это экспорт медицинских услуг это когда главной целью приезда на территорию Российской Федерации было как раз-таки не лечение, а это была сопутствующая услуга, в том числе мигранты, которые обязаны здесь проходить медицинскую медицинскую обследование. А вот медицинский туризм это целевой поток, это тот иностранный гражданин, который выбрал целью визита в нашу страну именно лечение. Он сюда едет за медицинской услугой. Все остальное это сопутствующее. Сходить в музей, сходить на спортивные мероприятия или просто погулять по городу это сопутствующее. Главное для него это получение медицинской помощи. Поэтому вот здесь важный момент. Понятное дело, что 3 миллиона человек, пролечившихся в России за прошлый год, это не все медицинские туристы. И понятное дело, что с медицинским туризмом его нужно развивать. И мы сегодня об этом с вами разговариваем. Мы благодарны, что вы заинтересовались этой темой. Но экспорт медицинских услуг это чуть шире. И мы ничего плохого в том, что мы также обслуживаем мигрантов и оказываем сопутствующие услуги просто туристам, не видим. Это вот в части комментария. Спасибо большое. В этой связи у меня тогда сразу вопрос к Дмитрию Геннадьевичу. Дмитрий Геннадьевич, скажите, а вот Воронежский кластер, он нацелен на все-таки международный туризм или внутренний? Ну, конечно, мы являемся исполнителем национального проекта экспорт-медицинских услуг, но и рассматриваем внутренний туризм как таковой. Мы же работаем со всеми кластерами. У каждого кластера и у каждого региона есть свои компетенции. Вот сейчас мы собираемся и с Владимиром Григорьевичем Клименом и с Аленом Николаевым Довунской на последнем совещании в Минздраве. Мы договорились, что мы будем делать альянс этих кластеров, да, и те компетенции, которые в регионе не столь продвинуты, как в другом, мы просто будем делать внутренний колл-центр и будем обмениваться. То есть мы рассматриваем, конечно, внутренний туризм, мы рассматриваем именно свой регион, мы не занимаемся тем, что отправляем, рекламируем там своих клиентов куда-то, конечно, мы стремимся, чтобы экспорт это был экспортом, чтобы приезжали к нам и финансы получал именно Воронежский регион, для этого мы и сделаем на Воронежский кластер, мы входим и в региональный проект, и в федеральный проект. Поэтому основная задача у нас это привлечение, конечно же, сюда клиентов, но те компетенции, которые мы не можем выполнить, допустим, с Тюменью, мы будем направлять, мы сейчас с аэропортом прорабатываем как раз с компанией Новопорт, Тюмень, Екатеринбург, чтобы рейсы, чтобы тот турпатлет, который мы будем представлять на рынок, он был минимальным, цена его была минимальным, и взаимодействие именно между крупными городами, как мне кажется, возможно, на базе вот этих кластеров, которые вот созданы в Тюмени, в Воронеже, в Казани, в Екатеринбург, Питер, Москва, мы со всеми поддерживаем, с коллегами отношения, и такой как бы внутренний туризм, он будет на базе кластеров осуществляться. Понятно, коллеги, но еще раз хочу сказать, что сегодняшняя наша тема все-таки международный медицинский туризм, мы сегодня собрались именно по этому вопросу, поэтому все, что касается внутреннего туризма, обмена о том, что сейчас сказал Дмитрий Геннадьевич между субъектами, это немножко другая тема, и поэтому мы сегодня все-таки обсуждаем тему международного туризма, и вот в этой связи я хотела бы предоставить слово о ключевых направлениях развития экспорта медицинских услуг в городах и регионах Российской Федерации, Довину Кириллу Ведущему ведущему специалисту экспорта медицинских услуг ПГБУ НМИЦ от ФМБА России секретарю экспертного совета по экспорту медицинских услуг Общественной палаты Российской Федерации. Пожалуйста, Кирилл Довардович. Большое спасибо за предоставленное слово. Сам могу сказать, что кроме этих товарностей также являюсь и заместителем в руководитель Национальной Межрегиональной Ассоциации Медицинского Туризма и прочих ассоциаций, и также работаю в МВА и консультирую по вопросам экспорта медицинского туризма. Что хочу сказать, в конце моей презентации будут с моими контактами, поэтому в принципе все вопросы какие властаты вы можете мне задать под нее. Все вещи, о которых буду говорить, они все очень практические. Это то, что я сам прошел на практике в рамках работы нашего Национального Медицинского Союза и Центра оторимного экологии. В принципе, с 2019 года мы активно начали развивать направление в центре и я занимаюсь непосредственно координацией и уложу процессы данной работы. Следующий слайд пожалуйста. На данном слайде небольшая информация. Погромче, они слышат перед нашим подъемникам микрофона. На следующем слайде информация о нашем медицинском центре. В принципе, это достаточно крупная площадь, это 310 коек, это 42 тысячи квадратных метров. На данном слайде представлена информация наших доктора научных и клинических сотрудников, профессоров и ритаторов медицинских наук. данный слайд, он на самом деле такой слайд, который есть и у меня, и у различных коллег, которые рассказывают какую-то информацию о наших учреждениях и скажем так, что раз примерно в две недели приходится обновлять информацию. Поскольку у нас есть свой диссертационный совет, и это подталкивает молодых ученых, получать радио научной степени, а соответственно и растет профессоров. следующее слайд, пожалуйста. В принципе, наверное, что самое главное сейчас направление экспорта медицинских услуг, это составление потоков, формирование потоков привлечения новых процентов. На данном слайде изображены четыре направления, которые нам помогли развить и увеличить поток медицинских туристов. Первое это YouTube канал. YouTube канал помог нам сделать определенный стори телик. Мы рассказываем о нашем учреждении в прямом формате. Ежедневно по 2-3 видео выходят на данном канале, где врачи общаются с пациентами, где врачи делают информацию для специалистов как заубежных, как и российских. Есть информация про то, как попасть в наш центр для российского гражданина, как попасть для иностранного гражданина, как необходимо подготовить документы, какие медицинские и прочие анализы необходимо пройти. Следующий формат это Инстаграм. Инстаграм помог нам не только рассказать о себе, а помог нам выставить новый уровень коммуникации. Мы теперь в онлайне общаемся по разным вопросам с нашими пациентами, в том числе иностранными пациентами. третий момент это международные организации и конференции. На самом деле это один из самых ключевых моментов, которые мы ранее недооценивали, но в целом они нам дали какой-то новый интерес. Мы работаем с ВОЗ и ОПЕК, на площадках которых выступают наши профессора, наши специалисты и рассказывают о том, что происходит в нашем центре. По результатам данных конференций врачи, специалисты в других странах, это обычно по 50-60 странах, отмечают для себя те интересные моменты, которые им показались важными. И, соответственно, обращаются к нашим специалистам и спрашивают какие-то нюансы по работе с пациентами и с организацией что к нам образуется определенный поток иностранных пациентов именно из тех стран, с которых специалисты к нам обращаются. Ну, и, наверное, самым главным вопросом это будет вояльность пациентов. Благодаря вояльности пациентов нам приходит, наверное, большая часть новых иностранных медицинских туристов. Мой один из любимых примеров это пример нашего пациента из Дубай. Я практически на всех конференциях про него что-то рассказываю и каждый раз добавляется что-то новое. Первичный пациент приехал к нам не зная какое оказывается лечение в России. Ему было интересно. Он приехал сделать чекап. Мы провели ему исследование ушей, носа, горло, посмотрели какие есть проблемы, выявили ряд проблем. Буквально через несколько месяцев он приехал к нам на операцию по решению вопроса затрудительного дыхания. И у него была проведена операция на носу. спустя спустя 4 месяца он приехал к нам проведя операцию на гордане поскольку там выявились тоже ряд проблем. Еще спустя некоторое время он привез нам свою жену и привез своих детей. Через 2 месяца он на него назначен следующей операции по блефопластике по подтяжке вверх. Соответственно человеку понравилось он снимал это переплатывал свой инстаграм всем рассказывал мы звонили люди все пугаются на тему что такое лечение в России где-то в Губай в Туфете жизнь она более владшая более наполнена каким-то удобным сервисом они пугаются они все ему говорили да ты видишь в этой стране там полосит человек в палате светлоситет звездка а на самом деле сейчас в медицинской организации Россия это абсолютно не так у нас очень хорошая палата во многих центрах есть и одноместные и двухместные палаты и пациенты могут собирать тоже по имени следующий слайд пожалуйста на данном сайте отображены те плюсы которые в рамках работы мы обозначили наверное один из важнейших моментов для привлечения работы с иностранными туристами первое это конечно мультиязычность в центре должны разговаривать на разных языках должны разговаривать как минимум на английском в нашем центре на самом деле мы не обучали персонал дополнительного языка мы просто провели качественный аудит среди имеющихся сотрудников кто на каких языках изучал на каком уровне он их знает сегодня и как он их может применять и оказалось что в нашем центре есть люди которые умеют разговаривать по-арабски по-китайски по-английски по-французски и на разных стран языках стран СНГ следующий вопрос с которым мы столкнулись практически сразу это специализированные услуги это специализированные услуги могут быть непосредственно относящиеся к региозной тематике это особенное питание это храм молебельный полный и другие услуги которые крепятся пациентам следующим моментом это стали сервисные услуги сервис на самом деле очень важен для пациентов и каждый раз когда они приезжают к нам и их встречает персональный менеджер который встречает их встречает в приемном отделении либо встречает в поликлинике если человек приехал провести чеках и проходит с ним через все кабинеты помогает ему адаптироваться пройти в нужное направление помогает ему коммуницировать с врачами если у пациента есть какой-то нелезидевый барьер следующий пункт это лечение мы рассказываем всем нашим контрагентам со всеми с кем мы работаем о том что мы делаем полный спектр хирургии головы и шеи и классическая эстетическая хирургия мы показываем видео мы показываем фотографии есть интервью наших врачей всегда об этом очень заявляем и всегда об этом педалируем и одним из важнейших еще историй это выездные мероприятия врачи нашего центра уезжают по всей стране и других странам мира для оказания медицинской помощи иностранным пациентам например наши врачи постоянно ездят в Узбекистан причем для нас это минимальная затрата это затраты только то время рабочее которое отсутствует врачи рук на период пока он находится в этом веземе мероприятия по факту медицинской помощи в Узбекистан рассказывает о том что приезжает международный специалист который может провести сложнейшие операции и люди записываются к нему на прием интересующихся может быть порядка тысяч человек которым требуется действительно данная помощь но попасть на прием и попасть на хирургическое лечение смогут только порядка 10-15 пациентов поскольку врач включает это на один больной соответственно из оставшихся 90 человек примерно половина готовы приехать на лечение в Россию чтобы получить данные услуги у этого доктора либо у доктора с которыми он работает у докторов с которыми он работает и примерно 40 человек из того подобного который не смог попасть на операцию приезжают уже к нам в центр и у нас получают данные лечения ну и наверное крайний вопрос который в нашем центре постоянно развивается где мы помогаем нашим пациентам и где насколько я понимаю многие коллеги еще до сих пор переживают до конца понимают как работать с миграционными службами это управление приглашения пересечения границ регистрации вопрос на самом деле очень сложный с одной стороны потому что здесь требуется юридическая помощь хочу сказать в этом вопросе спасибо комбинационному центру который провел совещание буквально на прошлой неделе по-моему 5-10 мы собирались на тему юридических условий как для отказания данных функций это управление приглашением потому что есть гарантийные письма которые ставят медицинские организации в очень жесткие условия когда мы полностью несем все ответственность за пациента начиная от его прилета заканчивая его отлетом что мы должны проконтролировать что он улетел и улетел к себе домой следующий слайд пожалуйста по поводу взаимодействия с пациентами что нам просто помогает на самом деле это персональное ведение пациентов знаю что у Тюмени очень хорошо разработана тема их СРМ программа где они ведут продаж где информация автоматизируется и попадает к каждому из исполнителей в ряде его вопросов мы в данном случае не стали тратиться на СРМ программу взяли онлайн инструмент называется ТРЭО если хотите попробовать можете просто посмотреть в интернете программа очень простая и помогает в режиме компадоса к японской технике разложить информацию по пациентам внутри карточки к каждой карточке прикрепляются и файлы и переписка и какие-то комментарии вы можете всегда посмотреть и каждый сотрудник сможет вовремя в любое время открыть и этим воспользоваться ну и соответственно и режим общения с пациентом на самом деле мы ушли практически от того чтобы общаться по телефону пациент уже не звонят по телефону они пользуются мессенджером пользуются социальными сетями ну иногда мы общаемся по видеосвязи это скайп и звук следующий шаг пожалуйста что касается на самом деле сервисов тут вопрос такой что медицинский туризм он все-таки медицинский услуг здесь это всего лишь часть это часть которая является возможно базовой но это всего лишь часть тех услуг которые предоставляют пациенты есть медицинский туризм есть оздоровительный туризм здесь есть и вопросы перелета и вопросы транспортировки уже непосредственно по городу пациента здесь есть вопросы конечно и медицинский оздоровительный также в рамках основных услуг которые я выделил это образовательные музыки мне кажется что наша вот эта индустрия медицинского туризма, экспорта медицинских услуг прямо сейчас подходит к формату, когда мы начинаем развивать образовательные услуги именно в этом секторе. И специалистам действительно требуется новое знание, новое образование, поскольку есть ряд практиков, которые уже имеют какие-то практические знания. Есть ряд методических разработок, которые развивают коллеги именно в научной сфере. Есть ряд тех сотрудников, которые только начинают работать в данном вопросе. Соответственно, образовательные услуги очень важный спектр. И на самом деле в рамках распоряжения, о котором говорил Евгений Анатольевич, там появился новый пункт, который подпункт именно касающийся образовательной деятельности, это ведение и среднее образование, и высшее образование вопросов медицинского туризма. Что касается еще дополнительных услуг. Пациент, который приезжает, он не только лечится, и приезжает он зачастую не один, он приезжает сопровождающим. И, соответственно, у них есть ряд затрат. Это, конечно же, общий ритейл. Они покупают продукты, все так же, как и мы. Покупают продукты, покупают какие-то сувениры и прочие вещи. Кто-то покупает вещи на самом деле. Это транспорт. Есть транспорт как городской, есть такси и так далее. Многие пациенты передвигаются на такси в городах. Конечно, в Москве есть еще ряд МЦК, МЦД и прочие истории национального транспорта. Ну, и в каждом городе очень, очень развит. На самом деле, автобусные маршруты и так далее. Это гостиницы. В гостиницах останавливаются и пациенты, которые приезжают на ЧК. Соответственно, они не лежат в больнице. Они где-то проживают в другом месте. Зачастую это гостиницы. В них останавливаются сопровождающие. Например, сейчас из-за эпидемиологической обстановки с кобидом мы не можем положить сопровождающего, если это, конечно, не родитель молодеднего ребенка, мы не можем его положить у нас в центре. Соответственно, сопровождающий находится в гостинице. Гостиница находится напротив нас. Мы не имеем никаких контрактов, договоренностей и так далее. Мы просто советуем эту гостиницу и в процентах 95 пациентов останавливаются в ней. Это и вопросы страховых услуг. В том же вопросе с кобидом сейчас каждый въезжающий медицинский турист обязан иметь страховку. Иначе мы не сможем просто подать на него документы, чтобы он смог приехать. И, соответственно, если была бы такая возможность координации наших действий, мы бы могли советовать и российские медицинские страховые услуги. В данном случае, на данный момент мы готовы принимать любые. Это юридические услуги. Юридические услуги могут быть оказаны как и самому пациенту, так и со составлением доверенности, так и те же вопросы миграционного учета. Все это вкладываем на вопрос юридических услуг. А также огромный-огромный спектр сервисных услуг, касающихся и туризма, и каких-то дополнительных вещей, связанных и с едой, и так далее, и так далее. Все, что необходимо иностранному и на самом деле туристическому туристу. Следующий слайд, пожалуйста. И хотел бы, конечно, подчеркнуть, что данный проект, он очень интересен, но существует определенная проблематика. Проблематика она есть, и все, кто приходит в этот проект, должны это понимать. Мы работаем по всем этим вопросам, и поэтому, если в конце выступления у коллег будет вопрос, вы можете также обратиться ко мне и после уже выступления. Мои контакты будут указаны. Первое, это, конечно, работа с миграционной службой. Это ежедневные поездки, единственный полночный в городе миграционный центр, например, в городе Москва. Еще при этом существует ряд проблем в управлении документов, поскольку некоторые позиции у вопроса миграционной службы меняются. Какие-то вещи надо переделать заново. И, соответственно, у нас, лично у меня ушло ряд времени, чтобы высвозить работу с миграционной службой, прежде чем я смог доправлять туда вопрос сотрудника, который смог бы это отвозить ежедневно в рамках курьера, поскольку всегда есть какая-то проблематика, с которой надо решать непосредственно уже в миграционной службе. Следующее, конечно, рефикация услуги иностранных пациентов, поскольку услуги должны стоить непосредственно дороже, потому что есть явные затраты экономии нового персонала, который будет работать только непосредственно с медицинскими туристами. Это обучение кадрового состава, это расслабленные рекламные акции, это перевод документации, сервисы на сутки. И все это требует определенных вложений со стороны на данный момент медицинской организации. Соответственно, чтобы это как минимум стало окупаемым проектом, должна повышаться сервикация услуги иностранных пациентов, что сейчас достаточно сложно, в рамках тех историй, которые происходили с тем же Министом Блохина, к которым приходила уже прокуратура в прошлом году, позапрошлом году, и, соответственно, тут есть свои нюансы. И, конечно же, это медицинская и юридическая поддержка. Тут достаточно большой, обширный пласт, и в этом плане еще раз спасибо Кромеционному центру, что они начали этот вопрос, и я надеюсь, мы его продолжим и будем развивать в рамках поддержки и медицинских организаций, и самих врачей, потому что у них есть свои вопросы, потому что они тоже не понимают, с какими трудностями они могут столкнуться. Ну и, соответственно, это вопросы и для самих пациентов, которые приезжают в страну, какую и кто не взял ответственность в своей жизни. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде указаны мои контакты. У нас Инстаграм нашего центра, сайт нашего центра, вот это мой номер телефона, моя почта, задавайте мне все вопросы, касающиеся по работе с нашим центром, по работе с Национальной Верхъеннальной Ассоциацией Центрального Туризма, по работе с Атумба, если хотите каким-то форматом себе посотрудничать. На все вопросы помогу вам, как минимум, скоординирую, куда обращаться и как в дальнейшем с этим работать. В принципе, у меня все. Если, коллеги, есть вопросы, всегда рада на них ответить. Спасибо. Коллеги, есть вопросы Кирилла Эдуардовича? Уберите, пожалуйста, презентацию. Спасибо. Нет вопросов? Кирилла, спасибо, очень познавательная презентация. Многое стало на место, а многое мы узнали. Спасибо, коллеги. Я бы хотела предоставить слово Климену Владимиру Григорьевичу, президенту ОНО Национальной Межрегиональной Ассоциации Медицинского Туризма. Пожалуйста, Владимир Григорьевич, вам слово. Добрый день, коллеги. Слышно меня? Да. Да, я прошу прощения, я сегодня презентацию делать не буду, поскольку я практически нахожусь в пути в командировке, поэтому вот в таком формате. Но я думаю, что сказано достаточно много, очень глубокая информация и разнообразная. И хочу сказать о том, что наша ассоциация, она работает уже два года, весь пандемический период, в тесном сотрудничестве с Коорнирующим Центром Минздрава Российской Федерации, с Общественной Палатой мы проводим достаточно много мероприятий, связанных с продвижением и проработкой вопросов, которые на сегодня еще не решены до конца. Мы понимаем, что есть некие различия в понятии экспорт медицинских услуг и медицинский туризм, но это уже такие нюансы, которые, я думаю, что для нашего с вами сегодняшнего совещания не являются принципиальными. Почему? Потому что здесь прозвучало достаточно много основополагающих принципиальных вещей. Первое – это комплексная услуга. И если были некие дискуссии о том, как же могут города на сегодня в этом участвовать, поскольку здравоохранение является на сегодня уже региональной составляющей, то именно комплексная услуга решает все эти задачи, поскольку в любом случае медицинскую услугу оказывает медицинское учреждение, а все остальное, весь остальной сервис, а он по объему не меньше, может быть, даже больше по финансовой составляющей, чем медицинская услуга, это как раз прерогатива и ответственность и муниципального звена государственной власти и коммерческой составляющей, которые и должны по опыту международному эти вещи реализовывать. Мы, кроме того, что, так скажем, объединяем все вместе с ассоциациями другими, там, Воронежская ассоциация, Тюменский кластер медицинский, Московская ассоциация медицинского туризма, мы еще проводим достаточно большую теоретическую работу, которая является основой для развития медицинского туризма в Российской Федерации. Вот на том сайте, который презентовал Кирилл Леонтьевич Гирин, на сайте межрегионального, извините, координирующего центра Минздрава, есть несколько наших работ, и заинтересованные коллеги могут с ними ознакомиться, там есть электронные версии. Это концепция медицинского туризма в Российской Федерации, это региональная модель медицинского туризма, это маркетинг в медицинском туризме, то есть можно базовые вещи подчеркнуть оттуда, и, так скажем, рекомендовать коллегам, которые будут заниматься на муниципальном уровне, посмотреть эти материалы, поскольку они содержат не только материалы, связанные с организацией медицинской помощи, но и как раз с организацией комплексной услуги, и это является базовой основой вот этих концепций. Основной принцип нашей работы – это координация и консолидация всех заинтересованных инструментов и ресурсов для того, чтобы медицинский туризм или экспорт медицинских услуг в том числе был в нашей стране представлен и развит на достойном уровне. Поэтому этим вопросом на сегодня занимаются в основном энтузиасты, поскольку государственного финансирования здесь нет, а инвестиционное финансирование тоже пока не очень, так скажем, мы видим, поскольку, во-первых, ковид – это снижение потока, во-вторых, это долгосрочные инвестиции долговременные, поэтому здесь не так просто найти инвестора, но интерес повышается, интерес повышается. Поэтому я не буду как бы долго здесь рассуждать, очень много было сказано всего. Единственное, хочу, во-первых, пригласить к сотрудничеству. Контакты можно через Кирилла Эдуардовича получить, и я уважаемым коллегам, которые являются организаторами сегодняшнего совещания, тоже все контакты передам. Это первое и второе. Я вас приглашаю 23 сентября. Состоится Международный конгресс по медицинскому туризму на площадке Общественной палаты Российской Федерации с совместным мероприятием Минздрава Российской Федерации, ФМБ России и Общественной палаты. Там предполагается формат онлайн-офлайн с участием международных игроков этого рынка. Это банки, страховые компании, медицинские центры и специализированные фасилитаторы, которые являются как раз посредниками и организаторами всей этой деятельности. Благодарю вас за внимание. Владимир Владимирович, спасибо большое. Коллеги, все наступающие, которые должны были сегодня выступить, у нас на проектном учреждении выступили. Я бы очень хотела услышать какие-то комментарии от наших городов, которые подключены. Если есть такая возможность, пожалуйста, про ваше мнение, комментарии к тому, что сегодня было на проектном офисе, и вообще интересно это после того, как вы послушали, или есть у вас к этому интересы, или нет интереса. Есть желающие выступить? Да, пожалуйста, слушаем вас. Руку поднял кто? Включайте микрофон и выступайте. Да, доброго дня. Меня зовут Дмитрий Петровский. Я врач, терророконколог, ну, заодно еще и депутат на муниципалитете Ярославля. И я хотел сказать, что, на мой взгляд, основная проблема медицинского туризма в том, что медицинский туризм без наличия медицинских компаний, которые будут, ну, скажем так, туроператорами медицинского туризма, причем наличие их за рубежом, ну, просто невозможно развитие медицинского туризма, потому что никто не поедет отдыхать куда-то, если он не может купить путевку, посмотреть, скажем так, брошюрку на месте. По-моему, нужно нам двигаться в этом направлении, создавать федеральное медицинское туристическое предприятие, которое будет продвигать именно медицинский туризм путем размещения офисов в целевых странах, то есть в тех странах, где возможно организовать поток медицинских туристов к нам, и которые, соответственно, будут продвигать все или иные медицинские кластеры, все или иные медицинские учреждения. Ну, к примеру, Ярославль, возможно, продажа, например, теми же самыми туристическими компаниями туров по Золотому кольцу, заезд Ярославль, например, и одновременно в этот тур входит какой-то пакет медицинских услуг. По-моему, нам нужно двигаться вот в этом направлении, потому что все остальное, это будет разрознено, парадические какие-то всплески, как вот нам продемонстрировал центр отолеренгологии. Действительно, там есть замечательные врачи, на которых едут даже международные пациенты, но не все, собственно говоря, города, они все медицинские центры могут и имеют такое оснащение, таких врачей, как центр отолеренгологии. Для того, чтобы это продвигать в регионах, я думаю, что нам нужно прежде всего именно продвигать медицинскую туристическую структуру в других странах, и тогда это, соответственно, будет организованный подсоб, который сможет уже внутри страны как-то распределяться. Спасибо. Да, мы согласны с вами с трудностью, и вот сейчас это тоже обсуждали, что нужен некий координирующий центр, наверное, именно с точки зрения туризма, который должен это взять на себя. Наверное, я думаю, что Кирилл Леонидович знает об этом, и как-то они об этом тоже думают, как это сделать, и кто бы взялся. Поэтому я и спросила, есть ли какое-то взаимодействие с нашим федеральным министерством, которое занимается туризмом в нашей стране. Коллеги, да, в части вот того комментария, который Дмитрий озвучил, естественно, прорабатываются различные варианты, просто есть несколько важных нюансов, которые не совсем позволяют так легко реализовать такие задумки. В первую очередь, понятное дело, что медицинский туризм – это все-таки достаточно конкурентная среда, и вот в таком формате работать на привлечении в другой стране достаточно проблематично. Ну, это в целом можно сказать, да, но вот мы просто, во-первых, помимо того, что это финансово затратно, трудно реализуемо с политической точки зрения из-за конкуренции на рынке, мы проводили социологические опросы среди пациентов стран СНГ в прошлом году и узнали очень интересные такие вот для себя вещи, которые нам позволяют сейчас развивать, именно продвигать медицинскую услугу в других странах. Вот мы задавали вопрос о том, как иностранный пациент узнает о медицинских услугах в России, ну, вот вообще, как вот он интересуется, откуда у него появляется такая вот мысль посмотреть, как вот приехать в Россию на лечение. У нас был большой вариант, большой спектр вариантов ответа, в том числе там интернет, радио, реклама какая-то, реклама на телевидении, профессиональные ассоциации, какие-то организации вот такого вот формата, не федерального уровня, а агенты медицинского туризма, которые работают на территориях других государств с медицинскими организациями иностранными и сюда привозят. Оказалось, что нет. Оказалось, что главное – это сарафанное радио, главное – это история, когда есть вот та тема, про которую говорил Кирилл Эдуардович, когда есть стори-тейлинг, когда есть отзывы, когда есть одни пациенты, которые получили положительный опыт приезда, рассказали об этом. И второй вариант – это когда врач либо хорошо знаком с российской медициной, он учился здесь, либо он как-то взаимодействует с российской медициной по повышению квалификации, и он свои рекомендации дает пациенту. Вот это два самых главных направления, которые сюда к нам пациентов на данный момент направляют. То есть вот создание вот такого масштабной истории с федерального уровня… Звук пропал. Звук пропал. Микрофон выключился. Микрофон выключился. Да, да, коллеги, прошу прощения. Ну, в целом-то я свою мысль довел. Я просто к тому, что вот предложение-то, конечно, не может быть такое, но в целом это из точки зрения финансов и в остальных моментов трудно реализуемо. И по нашим опросам это не самый главный инструмент. Даже коллеги из других стран, Южная Корея, например, Израиль, они работают… Ну, во-первых, они уже давно на рынке. Если Корея, то они вообще, в принципе, очень агрессивно себя ведут. Они совершенно по-другому эту стратегию выстраивают. Мы рассматривали разные варианты. Это не значит, что у нас нет представления о том, как работают другие, но просто с нами это работает немножко по-другому. У нас и специфика, у нас страна большая, у нас, вот если говорить про регион, о том, как мы видим работу регионов в этой части, конечно, каждый регион должен прорабатывать для себя отдельную стратегию, про которую сегодня и Воронеж говорил, про маркетинг, да, и Кирилл Вдовин об этом говорил, Владимир Григорьевич Кремин об этом говорил, и мы об этом постоянно говорим. Каждый регион, у нас очень различные субъекты Российской Федерации, и с точки зрения территориальной расположенности, мы всегда говорим про приграничные территории. Понятное дело, что в первую очередь нужно обращать на тех внимание, кто рядом. И понятное дело, что там условно на Дальний Восток коллеги из Европы, пациенты из Европы вряд ли полетят, но в Владивостоке активно развиваются, к ним едут китайцы, мы об этом знаем, потому что ЭКО на территории Китая на законодательном уровне запрещено искусственное оплодотворение. И они едут за этой услугой в Россию. И едут давно, и знают хорошо, и рынок для них, наш рынок, для них очень популярен и очень приемлемый с точки зрения качества и с точки зрения ценовой политики. Поэтому вот вам региональный опыт. Китайцы едут не только в Владивосток, они даже в Москву едут, потому что их, в принципе, все устраивает в части оказания вот этих услуг. Просто каждому региону нужно проработать вот этот вопрос того, что они могли бы предложить. Стоматология – еще одно из направлений, за которым к нам едут из Европы большое количество иностранных пациентов с точки зрения ценовой политики. Это очень выгодно для них. И здесь мы тоже говорили по поводу этого проработки. И Воронич мне сказал относительно того, что у них стоматологическая... Мы к ним просто в гости ездили, мы знаем, у них очень хорошие есть центры стоматологические, мы их видели. Поэтому в Волгограде мы были там просто тоже большого уровня стоматологический государственный центр. В Екатеринбурге мы приезжали, мы видели тоже большое количество медицинских организаций, которые готовы к принятию пациентов, но они должны ориентироваться на свой целевой поток. И понятное дело, что там немного другая будет стратегия развития и стратегия продвижения. Просто каждому региону нужно отталкиваться и определить свою целевую аудиторию. Вот о чем мы постоянно говорили. А на федеральном уровне распределять какого-то единого агента, эта идея, конечно, хорошая, но, наверное, сначала нужно проработать на местах эту историю, определиться, а дальше уже двигаться в части такого федерального продвижения. И вот вопрос там задает. Дмитрий, микрофон не включил. Да, Кирилл, вы подтверждаете мою идею о том, что необходимы туристические агенты, потому что ваш пример с опросами, когда врачи направляются в известные центры, как раз они выступают туристическими агентами, то есть непосредственно там учились в интернатуре, в ординатуре, в аспирантуре в том же центре антолио-магологии, естественно, они направляют к своим учителям то, что они могут сделать сами. Поэтому развитие туристических медицинских агентов в других странах, на мой взгляд, это основная задача федерального центра, это во-первых. Во-вторых, как депутат муниципалитета, не просто как врач, я скажу, что в регионах это не все так просто с деньгами. И поэтому, когда говорят о том, что давайте повесим это развитие на регионы, ну, мы бы хотели, чтобы все-таки федералы на себя взяли, у которых больше денег, у которых больше ресурсов, взяли на себя все-таки эту задачу и, соответственно, продвигали, помогали в этом регионах, потому что не у всех есть такие возможности, например, как у таких же различных федеральных центров, просто даже выделить в штатах каких-то структурных единиц, потому что штатные россияне это не позволяет в бюджетном учреждении выделить специалистов по работе с международными пациентами. Соответственно, нужна какая-то структура, которая была бы на федеральном уровне, которая брала бы расходуете на себя, потому что у федерации 10 лет больше денег, чем у муниципалитетов и у регионов. На мой взгляд, все-таки федеральная структура нам нужна и важна, потому что это прежде всего деньги, это прежде всего бюджет, который просто не может себе ни один муниципалитет, ни один регион позволить. Спасибо. Дмитрий, единственное, вот по поводу бюджета, это открытая информация, просто чтобы у вас тоже не было призрачного представления относительно того, какое у нас финансирование, у нас выделено на реализацию этого проекта в год 27 миллионов рублей. Это... Я не говорю конкретно, это кроваво. Я понимаю, просто вообще в целом... Я говорю, что надо выделять больше. Я думаю, чтобы нам продвинуть медицинский туризм, нужно где-то в районе 15-20 миллиардов рублей ежегодно выделять, и тогда мы сможем его действительно реально продвинуть. Иначе это просто будут разговоры, которые, ну... Возможно, вот... В пользу бедных. Это имеет место быть, ваша точка зрения, конечно. Никто, я думаю, ни один проект и никто бы не отказался от дополнительного финансирования. Но здесь ситуация в том, что вот Владимир Григорьевич сегодня говорил, мы надеемся на инвестиции частной системы, на инвестиции вот в наш проект не из государства даже, да, во многом, а именно частная, поскольку это... Ну, вот... Честно, с нашей точки зрения, наш проект, он имиджевый. Гораздо есть более важные проекты даже в системе, ну, вот, в национальном проекте здравоохранения, которые... Они социально значимы, гораздо выше. Наш проект имиджевый, и этот проект, который должен заставить и должно появиться желание работать в каждой отдельной медицинской организации, в каждом отдельном регионе, чтобы это начинало двигаться. И когда мы... Понимаете, вот в чем проблема? Мы не видим того, чтобы в регионах, в медицинских организациях, даже в московских во многих, в национальных медицинских исследовательских центрах, не во всех единицах, есть сформированный пакетный продукт, который можно было бы уже продвигать. То есть на данный момент эта как бы проблема заключается в том, что мы еще сами, вот сами медицинские организации, входящие в проект, еще не до конца за счет своих возможностей сделали то, для того, чтобы привлечь сюда инвесторов, привлечь сюда дополнительных участников на этот рынок. У нас очень молодой. В целом, по большому счету, этот проект реализуется с 2019 года. И пока что на данном этапе еще многие... Спасибо Владимиру Григорьевичу, который проводит работу в Екатеринбурге и не только в Екатеринбурге, но и в основном в Средловской области. Кирилл Дуарчудовин, который представляет МИЦ, один из тех, который активно работает и активно участвует во всех начинаниях, которые у нас есть и вообще в реализации этого проекта. Воронеж, который постоянно тоже старается подключаться к нам и по возможности участвует во всех мероприятиях и тоже активно работает с нами. Но это единицы. У нас есть огромное количество регионов, которые, в принципе, это делают, ну, к сожалению, для галочки, не для того, чтобы что-то получилось, а для того, чтобы был зеленый кружочек в отчете. Поэтому мы только за счет тех регионов, которые заинтересованы, только за счет тех лиц, которые с интересом в этом проекте, мы сейчас имеем то, что имеем. Дополнительное финансирование возможно даже с государственной точки зрения было бы, если бы этот проект и участие в нем было бы немного активнее. Мы для этого стараемся делать все возможное, но на местах это достаточно трудно привлечь. Может быть, вы нам в этой части поможете, пообщавшись со своей стороны, если вас заинтересует этот проект, как-то сдвинуть и привлечь дополнительных участников в наш проект. Спасибо. Елена Иванович, спасибо вам большое. Я хочу сказать, что коллеги, на самом деле мы сегодня с вами говорим на эту тему всего полтора часа, но представление идей уже о том, как нужно развивать это и каким образом это было бы интересным муниципальным образованием и какую лепту они могли бы внести в эту работу, у нас уже сформировалось и есть. Вопрос сейчас, конечно, хорошо забытое слово кластер, о котором нам сегодня говорил Воронеж, оно действительно сегодня здесь важно и актуально. И вот я Дмитрию, к сожалению, не назвал своего отчества, из Ярославля, скажу, что, вы знаете, сегодня огромное количество возможностей получить дополнительные финансы на регион, когда регион и город представляет, муниципалитет представляет какую-то конкретную программу, которая у него есть. И, безусловно, финансирование это важный вопрос, но сегодня федеральные власти идут на то, чтобы помогать городам, помогать субъекту, когда у них есть конкретные предложения. Сегодня мы можем говорить об агломерациях, которые работают, но пока нет законодательства, надеемся, что новая Государственная Дума нового созыва примет такой закон об агломерациях. И это тоже дополнительная возможность, когда у нас будут каким-то образом работать межбюджетные отношения на уровне муниципальном. Тоже одна из тем. Тот же самый, если мы сегодня говорим о неких медицинских операторах, это же работа образовательная. То есть здесь, когда субъект будет заинтересован, будет сформирован в кластер, очень многие потянутся и появится дополнительное финансирование. Коллеги, я что хочу сказать. Мы сегодня здесь видим о том, что тема важная, нужная, что, скорее всего, мы будем заниматься этой темой. Проектный офис мы сегодня после этого обсуждения открываем. У нас есть такое предложение, чтобы Климен Владимир Григорьевич который давно занимается этой темой возглавит проектный офис. И в ближайшее время у нас есть решение проектного офиса, мы подготовим, мы сейчас его выложим в чат, он будет у нас висеть, это решение сегодняшнего заседания будет висеть у нас на сайте. И в ближайшее время мы подготовим какие-то рекомендации и, скажем, сегодня все любят говорить дорожную карту. Вот, пожалуйста, решение висит в чате. Дорожную карту по работе проектного офиса вышлем во все города, которые сегодня принимали участие и будем дальше работать совместно, присоединяйтесь к работе, присылайте свои предложения, если они у вас есть сегодня, завтра, не важно, может быть, проснете через неделю, у вас будет интересное предложение по работе в этом направлении, мы готовы выслушивать и готовы помогать. Есть еще кто желающий что-то сказать заключение? Ну, вот, если возможно, действительно, я хочу пару слов, вы очень справедливо отметили, что финансирование происходит, прямо скажем, очень скудно, 20 миллионов рублей в год, 180 на весь федеральный проект, в качестве ничтожные средства, но тут нужно принимать внимание следующее, только что, ну, не то, что только что, президент поручил, и правительство этим вопросом занимается, разрабатывается национальный проект, новый национальный проект, посвященный проблематике туризма, насколько я понимаю, там в составе национального проекта будет три федеральных проекта, один из которых как раз направлен на продвижение туристического потенциала России за рубежом, в 20-м будет как раз Ростуризм. Вот, денег там на нули другие суммы, просто на нули другие суммы, поэтому, может быть, нужно посмотреть в эту сторону. Я понимаю, что тут все международное взаимодействие штука тонкая, но... Нет, я... Согласен, я с вами согласен, мы про это знаем, мы даже с коллегами успели провести совещание, пообщались, так что в этом направлении мы тоже работаем, для нас это как бы не новости, для нас знакомые, и в этой части взаимодействия мы тоже стараемся наладить. Спасибо. Вот очень яркое выступление, спасибо, Кирилл, Анатолий, но вот эта история о создании системы, которая способна презентовать способную возможности одного медицинского учреждения, комплексного, серьезного, вот если бы какой-то муниципалитет провел такую работу и создал такой верхний уровень, такую же систему, опираясь на собственный потенциал здравоохранитель, может быть, по аналогии с тем, что сделано в вашем институте, это было тоже очень серьезно. То есть, условно, вот там, все то же самое, но только не про отвола, а про воронежский кластер и стоматология не знаю, где что-то еще. Да, действительно, на самом деле мы за полтора мы знаем именно тот формат, когда любой человек может зайти в любые источники и ознакомиться с нашим центром, что действительно помогает пациенту принять окончательное решение о... Вы же генеральный? Мы федеральный. Значит, поэтому это можете всем раздать? Нам не желательно. Нет, а потом я хотела сказать, что любой, у нас часто так бывает, что любой имиджевый проект превращается в проект, который приносит достаточно большой бюджет и муниципальному образованию, и субъекту, и становится интересным уже не как имиджевый, а уже как конкретный проект, который... Якорный проект, вот тут рассказываю. Поэтому понятно, что имиджевый. Мы, конечно, хотим, чтобы о нашей стране... И это сегодня, кстати, не последняя задача, которую с нами станет, ставит перед нами и президент, в том числе, что повышение имиджа нашей страны, оно должно быть по всем направлениям. Мягкая сила, да. Поэтому, коллеги, если нет больше желающих что-то сказать, большое спасибо всем за участие. Надеюсь, что мы сегодня... Был у нас подключен звук в самом начале, когда еще не все собрались. Сегодня такой очень интересный день с точки зрения астрологии разные. Говорят, что сегодня новая трансформация, что сегодня можно начинать хорошие проекты. Кто-то говорит, лучше не начинать, но мы все-таки позитивно на это смотрим. Поэтому, в общем, день 26 мая. Надеюсь, запомните тем, что у нас в Союзе Российских городов открылся проект на офис медицинский туризм, который принесет в наших городах дополнительные имиджевые вещи и, конечно, больше денег в наши муниципалитеты. От этого будут лучше жить наши граждане, наши люди на территории. Спасибо всем большое за участие. Надеюсь, что вы будете присылать нам свои предложения. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.